Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе для зимней рыбалки, да и не только, я изготовлю очень простую приманку, микроджиговую, на основе тех материалов, которые имеются у нас. Я взял обыкновенный крючок, желательно, чтобы был с удлиненным цевьем, так как нам необходимо сейчас изготовить джиговый крючок. Если у вас есть возможность приобрести уже готовый, пожалуйста, но была просьба о том, чтобы я показал, как вот, допустим, имея определенный крючок, что-либо сделать. Я беру обыкновенный крючок, зажигалку турбо, и греем приблизительно в районе 1 сантиметр, отступив от колечка. В зависимости от нашего загиба, его величины, мы с вами изготавливаем нашу джиговую приманку. Вот приблизительно так. Как вы видите, у нас вот изменился угол, поэтому нам необходимо, что? Вот эту часть приподнять немножечко вверх, оставив вот под таким углом, чтобы был хороший нормальный зацеп для рыбы. И теперь подберем шарик. Я подобрал шарик белого цвета, это латун, крашеная. В магазинах существует бесконечное множество вот таких вот наборов, которые вы можете для себя выбрать. Если по каким-либо причинам нет, можно поставить пластмассовый шарик, а это огрузить свинцом. Цвет подберете себе какой угодно. Единственное только лишь, что необходимо огружать, только лишь переднюю часть, чтобы у нас крючок в процессе проводки вел себя как джиговая приманка. Величину крючка подберете для себя сами. Я изготавливаю для вас на 10 номере. Это F31 Gamakatsu. Подберете любой. Давайте продолжим дальше. Я больше подгруживать не буду, потому что этих граммов мне вполне достаточно для того, чтобы спокойно рыбачить на глубинах до 4 метров. Обязательно берем, промазываем цевьё, клеим и делаем подложку из нитки почти до самого загиба. Нитку можно использовать любую, но желательно белую, потому что при намокании у нас будет проявляться материал. Поэтому промотаем белой нитью и будем изготавливать наш хвостик. Дошли приблизительно, как вы видите, до уровня бородки, учитывая то, что у нас цевьё изначально было выбрано длинным, поэтому будет выглядеть совсем непропорционально наша мушка. Теперь нам необходимо с вами закрепить хвостик. Я буду использовать охотничьего фазана, но буду изготавливать так, чтобы у меня и хвостик, и покрывной чехольчик сверху был выполнен из этого пера. А основное тело мы будем мотать другой ниткой. Отрываем определенное количество, то, которое необходимо, допустим, вам. Я приблизительно беру, ну, где-то около 10 бородок, так как мушка у меня большая. Подбирая длину хвостика, она у меня должна равняться длине тела или быть несколько покороче. Прикладываю на месте крепления и притяжной петлёй в одной точке его креплю. У меня получается вот такой хвостик. Теперь нам необходимо с вами немножечко вот так переломить всё пюро, которое мы закрепляли, и подхватить нашей нитью. Вот так будет достаточно. Нанесём капельку клея и закрепим те материалы, из которых мы будем изготавливать наше тело. Тело изготавливать я буду из вот такой обыкновенной нитки, которая была в тесьме. Она слегка стрейчивая, но флюоресцентная. Вы можете использовать юнифлосс, можете использовать обыкновенную нитку, которая хорошо отражает. Можно использовать, как я уже изготавливал, из тесьмы, то есть практически то, из чего вы захотите тело, но желательно, чтобы оно было у нас достаточно привлекательным. Так как зимой рыбу заманить становится всё сложнее и сложнее. Подхватили. Для сегментации, то есть придания ещё дополнительной и привлекательности я буду использовать вот такой обыкновенный люрекс, который был из дождика ёлки. Можете использовать другой. Подхватили. И нам с вами ещё понадобится кусочек медной проволоки, лески, проволоки, то есть то, что у вас будет под руками, это несущественно. Для того, чтобы мы могли хорошо уже наше тело закрепить, чтобы не было у нас слабых мест. Подхватили здесь же и теперь аккуратно нашей белой ниткой начинаем формировать ровное тело. Не доходим приблизительно вот ровно 2-3 миллиметра до головки. Сделаем небольшую конусность по телу. Вот приблизительно так хватит. Теперь я беру, удаляю эту нить, так как будем работать мы уже совсем другой и возьмём потом более тёмную нить. промазываем немножко клеем место крепления нашей зелёной нитки. И как обычно, вы использовали, допустим, юнифлосс или другой материал, мы начинаем слегка в натяжку, подравнивая, формируем наше тело до окончания намотки белой ниткой. Изготовили с вами тело. Теперь нам необходимо взять наш голографический плоский люрекс и аккуратно пройти по телу, сделав сегментацию. Закрепили. Удалили остатки на место крепления немножко нанесём клей. Теперь нам необходимо с вами подравнять наш верхнее верхнее перо, но перед тем, как его укладывать, я возьму ровно вот так немножечко поверху нанесу клея, так как наша мушка будет хорошо трепаться зубами хищника. Чтобы подравнять более качественно, берём, подравняем наше перо и укладываем его сверху. Подхватили, следим за тем, чтобы оно у нас находилось строго поверху. перепроверились. Вот приблизительно вот такая должна выйти у нас конструкция. Больше нам это пёрышко не понадобится, хотя из него можно изготавливать и чехольчик, как угодно. Можно, допустим, рассмотреть вариант изготовления чехлика с крылышками. Давайте я вам покажу тогда. промотаем до самого колечка и оставим тогда наше перо. Берём проволоку и стараемся теперь, не навредив сильно нашему перу, продавливая, выполнить обмотку. Следим за тем, чтобы наше перо находилось по-прежнему строго сверху. Дошли до колечка, здесь закрепили, остатки отрезали или оторвали. Теперь нам необходимо с вами изготовить лапки и изготовить грудку. Учитывая то, что наша мушка будет работать на больших глубинах, лишняя привлекательность для неё не повредит. Поэтому я беру вот такой даббинг фирмы Hens вот такой, который хорошо работает на больших глубинах. Или же если у вас есть вот с таких наборов, то есть это не является проблемой. Нет, возьмите перо павлина. Нет, возьмите добавьте любой голографический люрекс, который у вас имеется. для того, чтобы придать какую-то привлекательность. Немножко промажем нитку клеем. И я беру щепотку даббинга. Наматывать мы будем так, чтобы у нас не сильно мы захватили с вами место возле шарика, так как здесь мы еще будем с вами изготавливать лапки. Вот я приблизительно вот такой пучочек взял даббинга. Сильно его не скручиваю, так как нам нужна будет с вами определенная лохматость. И теперь коснувшись как обычно нашего тела начинаем формировать нашу грудку. перо. Как я уже говорил, до шарика стараемся не доходить. Оставляем немножко места для нашего пера. И возвращаем нить к шарику. Теперь я подготовлю перышко. Обычно я беру, вот у меня остается по остаткам такое перо. если у вас пера нет, можно расчесать вот этот имеющийся даббинг и этого будет вполне достаточно. Поэтому вариантов изготовления нимфы может быть бесконечное множество. Как это вы уже посмотрите по своим материалам. Чтобы не выполнять 10 раз одну и ту же работу, я немножечко добавляю клея на нить. Беру крыло, перо, которым буду изготавливать наши лапки. Подготавливаю его для крепления. Оставлю совсем небольшой кусочек ости, как вы видите, для того, чтобы можно было захватить его ниткой. Для удобства можно вставить часть ости в отверстие шарика, которое у нас имеется. И закрепили теперь мы наше перо. и проматываем здесь в зависимости от той величины крючка. Выберите для себя сколько вам один, два оборота. Я выполню. Вот давайте выполним два. И здесь же крепим наше перышко. чтобы не было лишних здесь витков я опять на нить нанесу немножко клея. Отведу все бородки назад и окончательно закреплю перо. слегка намочив пальцы вот так отводим наши бородки и здесь закрепим уже наше перышко. остатки отрезали. Не подравниваю, не обрезаю, не подрезаю. Оставляю вот так как есть. Убираю только лишь с места крепления моего чехольчика. Переводим аккуратно нашу нить. Теперь нанесем совсем совсем немножечко дабинга, чтобы наша нить не проходила по телу. Если нить у вас оранжевая, можно спокойно пройти. Если вот так как в моем варианте, мне конечно необходимо, чтобы не было следов, добавить немножко оранжевого дабинга и тогда сделать переход к креплению моего чехлика. уходим аккуратно наши бородки и нашей нитью мы возвращаемся к креплению нашей грудки. Закрепим здесь немножко лишний дабинг убираем и теперь я беру переламываю остатки пера нашего павлина примеряем вполне достаточно. Для удобства чтобы не было лишнего материала опять я промазываю нить клеем чтобы не проматывать несколько здесь узлов. Увожу перо чтобы не попало наклоняем нашего фазана и пару тройки оборотов вполне достаточно. Остатки я отрезаю так чтобы у меня осталось приблизительно 7-8 до сантиметра. Обрезали. Теперь уже все. Так как у меня нитка была пропитана клеем я просто могу отрезать а могу выполнить завершающий узел. Как вам будет удобно. Уже проверено с годами нимфа которая работает не только как джиг зимой но и достаточно хорошо круглый год практически по весне для разведки я использую почти всегда чтобы не было зацепов или места если неизвестное поэтому очень удачная модель попробуйте ее связать себе в разных вариантах в каких вы захотите. Готова работе наверх необходимо еще нанести капельку лака и теперь уже все благодарю вас за внимание до скорых встреч.